Здравствуйте! Сегодня 21 декабря и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Евро по-прежнему остается под неослабевающим давлением продаж из-за ситуации с Грецией. Кроме того, агентство S&P начало пересмотр рейтинга европейских облигаций на общую сумму около полутора миллиардов евро, что стало неблагоприятным сценарием для ценных бумаг, которые вплоть до этого имели высший рейтинг 3А. На этом фоне снижение пары евро-доллар продолжается. На торгах в пятницу евро установил новый 100-дневный минимум на уровне 1,4261. Однако при этом появились предпосылки для разворота пары вверх и начала восходящей коррекции. В этом случае целями подъема пары будут 1,4411, 1,4465, 1,4507. Если же евро опустится ниже 1,4261, снижение продолжится к уровню 1,4189 и далее к 1,4045. В связи с рекордом с 1993 года дефицитом госбюджета свыше 20 миллиардов фунтов стерлингов, Великобритания получила предупреждение от агентства Moody's о возможности снижения ее экономического рейтинга, который пока еще оставался на высшем уровне 3А. На этом фоне курс пары фунт-доллар на торгах в пятницу снизился вслед за евро с максимума 1,6246 к новому двухмесячному минимуму на 1,6050. На этом уровне существует риск разворота пары на восходящую коррекцию с целями подъема 1,6246, 1,6361. Настрой по паре, тем не менее, остается неблагоприятным и после завершения коррекции пара может вновь развернуться на снижение. Курс пары доллар-франк снижался на пятничных торгах в нисходящей коррекции к предыдущему подъему, установив минимум дня на отметке 1,0387. Снижение по всей вероятности продолжится. Цели снижения 1,0344, 1,0261 и 1,0212. Пара доллар-иена в связи с укреплением доллара по всему спектру рынка продолжила в пятницу рост, установив очередной максимум на отметке 90,90. Учитывая снижение активности на рынке в преддверии праздников, дальнейший рост прекратился и пара начала корректироваться. Цели снижения пары в нисходящей коррекции – 90,11, 89,51, 89,21. Из основных экономических новостей понедельника можно выделить публикацию в Японии итогов торгового баланса, который, вероятно, окажется хуже октябрьских данных. Индекса деловой активности в промышленности, от которого ждут повышения показателя, а также ежемесячного отчета Банка Японии. В Великобритании опубликует отчет Банка Англии по условиям кредитования. А в Канаде выйдут данные по объему розничных продаж. Предполагается снижение объемов. США сегодня опубликует индекс деловой активности по данным Федерального резервного банка Чикаго. А более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаю вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.